ЧП в шахте Магнетитово. Сегодня днем там произошло обрушение горной породы. Есть жертвы. Погиб 26-летний проходчик. Что стало причиной обвала? 5 миллионов рублей выделено городу из области. Часть денег получат городские театры и дворец культуры юбилейный. На что планируют потратить? Талант продавать. Работники рекламы сегодня отмечают профессиональный праздник. Мы заглянули в отдел продаж Тагил ТВ. Чем занимаются рекламщики на телевидении? Отопление и водоснабжение вашего дома. Галеон. Интерьер-салон. Качественный и недорогой монтаж натяжных потолков. Строителей 12, Ильича 9. Добрый вечер. В эфире Тагил ТВ. Информационная служба новостей. Мои коллеги и я, Ольга Шульга. Прямо сейчас расскажем вам о событиях уходящего дня. Выпуск начнем с ЧП в шахте Магнетитово. Сегодня днем там произошло обрушение горной породы. Есть жертвы. Под завалом погиб 26-летний проходчик. На момент непосредственно уже того, как шахта была остановлена, получается, в данном районе в 10, ориентировочно, в 10.50 пострадавшего извлекли. То есть он был еще живой. Но, к сожалению, в 11 часов уже в скорой помощи пострадавший скончался. Остальных рабочих срочно эвакуировали. Весь день на месте обрушения работали горноспасатели и следственная оперативная группа. Причина обвала пока устанавливается. Мы будем следить за ходом событий. Городская распродажа. На торги выставят принадлежащие муниципалитету помещения. С молотка уйдут кабинеты в зданиях общественно-политического центра и по Ленина 28-а. Сегодня городская дума согласилась включить объекты в план приватизации на нынешний год. Ориентировочно, с учетом сложившихся цен на риэлторском рынке, стоимость будет составлять от 80 до 110 миллионов рублей за оба объекта. То есть предположительно, предполагаем, что такая сумма поступит в бюджет. Депутаты проголосовали за внесение изменений в доходную и расходную часть бюджета. Доходы увеличены на 237 миллионов рублей за счет средств от продажи муниципального имущества, а также безвозмездных поступлений. Деньги предполагается направить на инженерную инфраструктуру микрорайона Александровский-2, приобретение трамваев и автобусов, поддержку профессиональных спортивных клубов. 7 миллионов рублей будет потрачено на новогодний снежный городок. К сожалению, ту корректировку, которую мы ждали, это не та, и свободных средств нет, которые можно было бы посидеть, бы порассуждать и перераспределить. Думаю, наверное, это будет какая-то, может быть, еще в ноябре следующая. Круглую сумму получит Нижний Тагил и из области. 5 миллионов рублей выделено учреждениям культуры. Часть денег получит дворец юбилейный. Они ежегодно участвуют в получении конкурсов на получение грантов. И в этом году был объявлен конкурс на получение грантов учреждениям культуры, культурно-досуговой сферы нашей области. Это грант Министерства культуры и творческим коллективом. Дворец подал заявку на участие и в том, и в другом конкурсе, и в том, и в другом конкурсе стал победителем. Выделили юбилейному 1 миллион рублей. Деньги планируют потратить на приобретение костюмов, оборудования и музыкальных инструментов. К тому же на эту сумму рассчитывают вывести на гастроли детский танцевальный коллектив «Родничок». По 500 тысяч рублей для проведения обменных спектаклей получили три городского театра. Идут срок. Сергей Носов провел совещание по майским указам президента. О том, как идет их реализация, сегодня отчитались чиновники. Я хотел бы просто еще раз обратить внимание, что мы переходим к выполнению указов уже на другой основе. Продолжение выполнения указов, работы над указами, в том числе на инвестиционной основе. Особую роль в майских указах занимает увеличение мест в детских садах. За 9 месяцев этого года в дошкольные образовательные учреждения пошли более 900 маленьких тагильчан. Темпы жилищного строительства также заметно выросли. Выделяются земельные участки и под индивидуальную застройку. Лучшая радиотелефонистка работает в Нижнем Тагиле. Сотрудница 30-й пожарной части стала победительницей областного конкурса по своей профессии. Чем покорила судей, расскажет Анна Хабарова. Такие звонки и ежедневный ритуал без проверки связи здесь никак нельзя. Работает Марина Михалёва радиотелефонисткой в пожарной части. Именно она первая узнает о возгораниях. Она же отправляет технику и огнеборцев к очагу. Бывает, что возникает крупный сильный пожар. Что надо направить технику на пожар. В водоисточники, когда снегу. Надо отправить точную машину, поставить на водоисточник. Объяснить, где находится дотран. Принять четко, правильно вызов. Работает телефонистка 19 лет. Труд незамеченным не остался. Марина Михалёва стала лучшей в гарнизонном конкурсе. На областном этапе рассчитывала тоже только на победу. И спортивная подготовка тоже. Также у нас проводятся всякие соревнования. И по лыжам, и по бегу, и по плаванию. Как бы в физической подготовке мы себя держим всегда. Ну, как бы мне понравилось очень. Очень было весело, интересно. И проверили себя. В областном конкурсе состязались представители 10 специальностей. Помощники начальника караула, командиры отделений, диспетчеры, водители пожарных автомобилей, кадровые работники, бухгалтера. И стыгельчан победительнице удалось стать лишь радиотелефонистке Марине Михалёвой. Конечно, победу уже дали. Были настроены на её победу. Работает человек давно. Относится к своей работе ответственно. Значит, в отряде, как она уже сказала, проходил конкурс среди подразделений 9-го отряда, где она стала лучшей по профессии. Поэтому её и послали на конкурс в Екатеринбург. Получать почётную грамоту из рук губернатора области Марина Михалёва отправится в ближайшее время. Анна Хабарова, Вадим Усков, Анатолий Тютин. Новости Тагил ТВ. Готовить вкуснее, оформлять блюда красочнее. Свои навыки демонстрируют повара заводских столовых. Сегодня прошёл городской конкурс профмастерства. Почему всё меньше людей приносят еду с собой на работу, узнал Алексей Алексеев. Участники конкурса профессионального мастерства работают в столовых крупнейших промышленных предприятий города. Александр Балиевских – единственный мужчина-конкурсант. К мероприятию повар пятого разряда и его коллеги подошли со всей серьёзностью. Готовились. Вот сегодня всю ночь не спали. Всё готовились. Готовлю продукцию, которую видите на нашем столе сейчас. Очень волнительно. На комбинат питания «Евразн-ТМГ» Александр пришёл три года назад из кафе. О принятом решении не жалеет. Как это неудивительно, но ассортимент блюд в столовой шире, поэтому работать интереснее. К тому же условия для поваров созданы достойные. На комбинате питания находится 19 столовых полного цикла, 11 буфетов и имеется один магазин. Предприятия питания оказывают услугу в три смены. То есть есть и круглосуточная столовая, есть и предприятия питания односменные. Кормим металлургов в три смены. Блюда, представленные на конкурс, пусть менее ярко оформленные, можно получить и на раздаче в столовой, уверяют участники. Если так, то работникам промышленных предприятий можно только позавидовать. Тем более, что на многих расходы на питание частично компенсируют. На промышленных предприятиях сейчас готовят хорошо, но хотелось бы лучше. Почему? Потому что не все ходят в столовые. Есть те работающие, которые приносят с собой из дома еду. Хотелось бы, чтобы 100% на хват был рабочих. Повышение профессионализма и обмен опытом в ходе конкурсов мастерства поваров должны способствовать тому, что баночки с домашней едой на работе навсегда уйдут в прошлое. Алексей Алексеев, Игорь Харьков, Егор Егошин. Новости Тагил-ТВ. В музее Слупа миниатюрная выставка открылась в музее-заповеднике. Показаны там точные копии танков и пушек, уменьшенные в сотни раз. Экспозиция посвящена 70-летию со дня победы в Великой Отечественной войне. Какими находками поделился поисковый отряд «Соболь»? На открытии выставки побывала Екатерина Липнигова. Эта модель словно только что прибыла с поля битвы. На ней даже грязь и ржавчина, как в жизни. Точная копия советского БТР-5, уменьшенная в 30 раз, красуется в одной из витрин. На ее создание Павел Маланчев потратил целых 20 лет. Пришлось поднимать архивные документы, фотографии и чертежи тех лет. В среднем на модели уходит от месяца до полугода. Иногда бывает модель, которая начинается делать, например, весной, а заканчивая через год, через два, просто не лежит душа к чему-то. К чему-то лежит. Начинаешь бросать, потом начинаешь другую, все-таки возвращаешься к этой модели. Таких мини-копий здесь более тысячи. Собирали их по всей области. Но большая часть создана тагильскими мастерами из клуба «Масштаб». Поделиться своими реликвиями решили и поисковый отряд «Соболь». Зубная щетка, паста 70-летней давности, личные вещи вермахта и Красная армия. Ребята собирают уже 16 лет. Мы занимаемся только экспедиционным поиском, а также и архивным поиском. И по архивным данным находим попавших в безвести тагильчан для их родственников. Также на выставке представлены фотографии, документы и оружие времен Великой Отечественной войны. Всего свыше тысячи экспонатов. Все они подлинные. Многие выставлены впервые. В числе исторических артефактов, например, фрагменты самолета «Бостон-А-20», разбившегося в 43-м Свердловской области. Весь этот год, особенно учебный год, он пройдет под знаком 70-летия Победы. И уже у нас принимают заявки. Хотя вот выставка, если открывается только сегодня, уже есть заявки на экскурсии на нашу выставку. То есть она подпользуется очень большой спросом. Взглянуть на историю по-новому можно в музей-заповедники. Выставка продлится до июля следующего года. Екатерина Липнягова, Александр Штраух, Анатолий Тютин. Новости Тагил-ТВ. Талант продавать. Работники рекламы сегодня отмечают профессиональный праздник. Наши журналисты заглянули в отдел продаж Тагил-ТВ. Чем занимаются рекламщики на телевидении, расскажет Дарья Ахмичкина. Записная книжка, телефон и навык общения. С этого начинается реклама Тагил-ТВ. Дают жизнь ей сотрудники отдела продаж. Ежедневно ищут новых клиентов. Мария Ермакова в телекомпании работает два года. Она точно знает, в чем успех рекламы. Работа в рекламе достаточно эмоциональная. Такая серьезная, психически сложная, так скажем. Потому что каждому нашему клиенту нужен свой подход. Все люди разные. У каждого свои проблемы, у каждого свои цели. Поэтому нужно в первую очередь понять человека. Дальше реклама идет в разработку. Трудятся над ней видеоинженеры телекомпании. Создают видеоролики. Правда, теперь реклама – это не только вид короткометражек. Это и прямые эфиры, это уникальная возможность в городе выйти на аудиторию, отвечать на вопросы дагильчан, принимая звонки в прямой эфир. Это и крупнобюджетные постановочные проекты, так скажем, документальные репортерские сериалы. Это и крупные документальные фильмы, и какие-то другие акции. За последний год в отдел продаж нашей телекомпании обратилось более 300 заказчиков. Рекламодатели как из Тагила, так и из других городов России. Новые возможности открылись после выхода канала на 24-часовое вещание. В связи с круглосуточным вещанием у нас добавилась масса новой работы и масса новых рекламных возможностей. Начиная от простого размещения видеороликов в блоках и заканчивая прямыми эфирами. Мы, конечно же, в свою очередь будем также стараться, чтобы наши уважаемые телезрители узнавали больше новой полезной информации из нашей рекламы о различных акциях, скидках и предложениях. На этом у меня все. Остается лишь напомнить. Делайте новости вместе с нами. Если вам есть о чем рассказать, звоните по телефону 4195-51. Или пишите на сайте tagildefistv.ru. Далее вас ждут новости спорта с Анной Хабаровой. Расскажет она о встрече «Уралочки» с металлургами. Всего доброго и до встречи. Галеон. Интерьер-салон. Качественный и недорогой монтаж натяжных потолков. Строителей 12, Ильича 9. Оптово-розничные магазины «Ромакс». Оборудование для отопления и водоснабжения. Оборудование для скважин, а также для вашей ванной комнаты. Магазины «Ромакс». Более трех тысяч наименований по оптовым ценам. Ждем вас. Кулибина 64, Дружинина 65. Рубрику представляет компания «Сенегорье». «Уралочка» встретилась со своими самыми преданными фанатами. Волейбольный клуб во главе со своим бессменным тренером Николаем Карполем пришел в гости к металлургам. Главным болельщикам рассказали о планах на будущее, познакомились с обновленной сборной. Думаю, что мы подготовились. Было сложно адаптироваться прежде всего к тому, что у нас появился новый связующий игрок, который уже взрослый. И перестроить на нашу игру было сложно. Но думаю, что мы успешно за эти месяцы с этим справились. В тяжелый период санкций свое существование закончили сразу четыре волейбольных клуба. Из Уренгоя, Тюмени, Уфы и Уан-Удэ. Всего в этом сезоне в Суперлиге будет представлено 10 команд. По-прежнему главной опорой «Уралочки» остается и в РАСНТМК. Каждый год металлургический комбинат оказывает поддержку волейболисткам в размере 100 миллионов рублей. Всем нравится играть именно здесь у нас в Металлургфорум. Нравится, когда приходят металлурги, потому что металлурги хорошо болеют. Не случайно всегда прихожу в зал и смотрю, насколько заполнены трибуны. Когда заполнены, тогда все хорошо. Первый матч сезона начнется в нашем городе уже завтра. На площадке спортивного комплекса «Металлургфорум» наши волейболистки будут выяснять спортивные отношения с новичком Суперлиги – Ленинградка и Санкт-Петербурга. Перед началом матча фейс-спорткомплекса свою работу начнет промо-зона. Каждый желающий сможет стать участником фан-клуба и приобрести особую карту болельщика. С ее помощью ярые фанаты смогут участвовать в розыгрыше фирменных призов. Поддержать нашу команду тагильчанам можно будет завтра в 17.30. На этом у меня все. Главных спортивных событий города смотрите завтра. Анна Хабарова, Игорь Харьков, Егор Егошин. Новости спорта Тагилтв. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье» и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова